Я хочу быть актером дубляжа. Я хочу 12 часов сидеть и разговаривать про то, какие, оказывается, бегемоты хорошие на канале Discovery. Вот если ты смог заинтересовать ребенка чтением, то считай, что у тебя получилось. Нет, надо вот так. Не, ну надо вот так. Все. Первый дубль был самый хороший. Вот так все время у нас происходит. 80% нашей работы составляет за кадр, готовые к такому адскому существованию. Я тогда, конечно, поразился, как 20 умных взрослых человека могут стоять возле микрофона и дебильно что-то изображать. Вот из советов старого мастера молодому подрастающему поколению, не опаздывай к Белозоровичу. Не опаздывай. Я опоздал, я знаю, что это значит. Я как-то засмущался тогда, неудобно, как-то, ну все, Борис, и я рядом стою, папа такой, соглашайся, дурак. Все, поезд ушел. Я вас в очерики вел. У нас возле микрофона вообще жизнь идет. Рек-Сквер. Подкаст. Привет, друзья. Это подкаст про озвучку на канале звукового агентства Рек-Сквер. С вами я, Петр Сафрошкин. Сегодня у нас необычное интервью. У меня не один собеседник, их сразу двое. Это замечательные актеры дубляжа, и не только дубляжа в этом позже, Алексей Войтюк и его сын Владимир Войтюк. Алексей, добрый вечер. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады в вашем уютном помещении оказаться. Видели неоднократно. Теперь вот по ту сторону экрана оказались. Здесь очень уютно. Здорово, ребята. Ну и расскажем для тех, кто впервые к нам присоединился. Не очень в курсе, кто такой Алексей Войтюк, кто такой Владимир Войтюк. Голосом Алексея говорят такие голливудские звезды, как Билл Мюррей, Дэнни Де Вито, а также сразу два рыцаря. Сэр Дерек Джекоби, выдающийся британский актер, и, не поверите, сэр Элтон Джон, по крайней мере, в одном фильме. Кингсмен. Кроме того, Алексей – это непередаваемый медведь Балу из книги «Джунглей». И, конечно же, для аудитории постарше, которая хорошо помнит замечательные советские фильмы, это тот самый знаменитый «Иванушка» из киносказки «После дождичка в четверг». Что я могу сказать про Владимира, о котором информации в интернете пока гораздо меньше, чем об Алексее, это то, что Владимир начал заниматься дубляжом шести лет, и на данный момент у него уже 170 кинокартин в портфолио. Ну, у Алексея их, если верить кинопоиску, 420, разрыв-то небольшой остался. Там-то вранье. Кинопоиск, к сожалению, не учитывает ни закадры, ни какие-то документальные фильмы. Сейчас не об этом. Это об этом позже. Да. Больше, намного больше. Алексей, вы знаете, меня очень зацепила ваша история, когда вы рассказали, что впервые примерили на себя профессию, аж в глубоком детстве, когда с друзьями устраивали кинопоказы диафильмов в подъезде, и вы озвучивали текст, написанный на этих слайдах. Все так? Да, это первая моя дикторская такая деятельность была в подъезде. Ну, досуг-то был ограниченный у нас в советское время, тем более провинция, Выкса, Нижегородская область. Долгими зимними вечерами. Ну, что было делать? На улице, допустим, там большой мороз, темно уже, там все уже после катка распаренные. В подъезде выкручивали лампочки, народ матерился, там, который в темноте заходил. Но у нас было счастье, мы погружались в этот волшебный мир сказки через диафильм. А это было качественное изображение очень. Часто это было по мультикам. И все знали наизусть, в общем, все эти истории. Но вот вернуться опять в это чудо через эти картинки, это было, конечно, здорово. И, вы знаете, мне повезло. Потом, спустя много лет, я озвучивал диафильмы на одной из студий. Где-то есть такой интернет-ресурс, где можно посмотреть диафильмы, там, клавишей на... или там мышкой нажимаешь. И следующая картинка, и вот голосами разных актеров там, значит, вся эта история рассказывается. И мне повезло в этом поучаствовать. То есть спустя, не знаю, там, 50 лет я снова этим занимался. Так а как вышло, что именно вы стали озвучивать эти диафильмы? Потому что я бы за такое право подрался в подъезде еще. Это, вы знаете, надо было заслужить. Во-первых, я очень любил всякие истории рассказывать. Это еще в пенярские лагеря ездили, вот всякие страшилки. Там у меня хорошая память была. И вот когда после отбоя в пионерском лагере гасился свет, и, ну, еще же никто не спит, все еще возбуждены играми. И вот я рассказывал всякие разные там Канандо, или там Затерянный мир, там, или какой-нибудь Капитан Шарки, там, или что-то. Ну, в общем, какие-то вот такие истории практически, ну, близко к тексту. И все вот по такие аудиокнижки засыпали. Мне очень нравилось это все рассказывать. И вот как-то так потом получилось, что я и аудиокнижки стал озвучивать. Не так много, как там Володя Левашов, например. Ну, вот, тем не менее, и такой опыт у меня тоже есть. Об этом тоже поговорим сегодня. Да, все откладываем на потом. Когда-нибудь потом поговорим. Владимир, а вы вот в шесть лет уже не просто диафильмы крутили, и их комментировали, а уже полноценно занимались дубляжом. Понятно, что вопрос, кто вас там привел, наверное, будет излишним, да? Да, даже не знаю, на кого подумать. Не будем показывать пальцами на этого человека. В дубляж как вот попадают обычно с детства дети актеров, которые занимаются дубляжом. Причем не всем это нравится. Ну, привели, показали, там, попробовали, записали даже. Может быть, даже не один проект, там, несколько. Потом говорят, нет-нет, знаете, ему там не нравится или там ей там. А кто-то вот там, как Василиска Ильдарова, там, не знаю, там, Колька Быстров. Ну, вот такие актерские. Маша Ивашенко. Да, ну, актерские такие складываются династии, когда все, вот, и всем все нравится. И получается еще. И нравится режиссеру, нравится исполнителю. И самое главное, есть возможность возить. Потому что ведь вот у нас так получилось, что возила мама, ну, Танюша, и проводила весь день на студии. Потому что там у Татьяны Ивановны, помню, тогда ты писался 12 часов ребенку. Да, был такой проект по ту сторону изгороди, был такой мультфильм. 8 лет, помню, было, да? Нет, было мне уже тогда 10 лет. И смена длилась 12 часов. То есть это в субботу было, как сейчас помню. Я приехал в 12 дня и уехал в 12 ночи. В субботу, выходной день. Ну, все по трудовому кодексу. Да, в общем, чувствовал себя отлично. Вот, под конец дня уже ничего не соображал, но что-то пытался сделать. Так и работал. Первые шаги в озвучивании, это сразу был дубляж фильмов? Или это началось с мультиков? Или это началось с радиопостановок? Вообще, было, так скажем, несколько попыток захода в эту замечательную профессию. Это были и какие-то так называемые гургуры, массовые сцены на сериалы. Я помню, «Вкус граната» был такой сериал. По-моему, русско-турецкий он был, да? Да, да, да. И его переозвучивали. И я приехал вместе с папой, вместе, значит, с сестрой, с мамой, всей семьей. Мы озвучивали гуры. И я тогда, конечно, поразился, как 20 умных взрослых человека могут стоять возле микрофона и дебильно что-то изображать. Мне сразу показалось, что я не туда попал. Не 20 нас было. Я был ответственным за гуры. И я позвал, по-моему, 6 актеров. Три актера, три актрисы. И вот на множество дорожек мы там записывали гигантские сцены, тысячные совершенно. И с разной степенью возбуждения там люди в кадре себя вели. Где-то это были там спокойные сцены, где-то там крики, оры, там какие-то необычные. Я уже тогда понял, что, в общем, профессия это очень интересная. Но, наверное, надо быть каким-то особенным для того, чтобы там писаться. И поэтому, когда 8 лет мне позвонили Людмила Петровна и Ильина, надеюсь, не ошибился с отчеством. Ну, для меня она тетя Люси Ильина. Я даже не знаю, какой Люси учат. Ну, Люси, да. Наверное, да. Ну, просто для меня это всегда была тетя Люси Ильина. Вот. И позвала меня в замечательный проект. Это был, по-моему, китайский мультик «Приключения Маши в стране чудес». И я на студии Горького в каком-то, значит, таинственном павильоне, почти что главная роль. Я не поверил тогда, что я, такой маленький, значит, карапуз, могу что-то озвучивать. Это же взрослая профессия. Но в итоге, когда меня посадили в эту страшную будочку, дали мне какой-то текстик на 20 тысяч листов и поставили передо мной микрофон, я начал как-то импровизировать. И, в общем, пошло так пошло потихонечку, потихонечку. Сначала я не понимал, что от меня требовали, потом как-то втянулся. Но дети, они же всегда играют. И как-то так пошло, что, в общем, моя какая-то детская непосредственность и желание играть, оно как-то, в общем, и в итоге переросло в профессию. Вот. Ну, а же потом эволюционировало. В общем, до сих пор этим занимаюсь. Вот. Это один из примеров входа в профессию, что вот попадают дети актеров, которые занимаются озвучкой, и плавно это все приходит совершенно естественным образом. У меня другой случай входа в эту профессию. У меня их было несколько вот таких попыток. Первое, это в 90-е годы, в самом... И конец даже 80-х, начало 90-х, я через гуры... Меня звали на гуры, я приходил, вливался в эти замечательные бригады гурщиков, где там Мария Сергеевна Виноградова, там мама Ольги Головановой, там Валентин Брылеев, Валя Березуцкая, там такая бригада была, Юрий Дмитриевич Саранцев. Ну, и массовка для гуров. Это была их работа основная, потому что съемки-то не каждый день, а вот гуры, их просто вызывали, актерский отдел, и они вот такой бригадой приходили, и меня туда вот, значит, к ним пристегивали. Юрию Дмитриевичу я тоже Саранцеву очень благодарен, потому что он позвал меня, мы снимались с ним вместе в фильме, и он говорит, а ты не хочешь вот так попробовать? Я говорю, а как это, чего? Ну, вот давай приходи там. Ну, так первый раз я попал вот в этот удивительный мир, в темные эти павильоны, мы или на Мосфильме, или на студии Горького писали вот эти гуры. Фильмы, которые тогда снимались у нас в стране, на Мосфильме, на студии Горького. Потом второй раз это было, по-моему, уже в нулевые годы. Значит, после ухода в журналистику вашей на 7 лет. Да, и уходил из профессии вообще. И вот уже вход в этот, в нулевый год, где-то шестой, наверное, год, на студии СВ Дубль, я помню, пришел, она и есть. Ну, тогда они сидели в Центре научфильме, Центр научпоп, или как это это называлось? Центр научфильм, по-моему. Нет, как же это вот, там, на Лесной улице, сейчас это здание снесли уже, где трамвайный круг, не знаю, он существует или нет. В общем, вот там. И я пришел, и вот, значит, такие голоса все знаменитые, известные, которых, вот я этих людей увидел, там, Маша Овчинникова, была та же Леся Ильина, был Дима Филимонов и Олег Куценко. И вот, значит, меня туда к ним посадили, доверили сказать несколько, значит, там, фраз. Какой-то боевик писали сначала с Джеки Чаном. Там вообще мало слов. Мне описали еще на битакам. Нельзя проматывать. Только нас в микрофон приглушали, а там драка, там, минут на пять. О, дерутся еще. Ну, пойдем чайку попьем. Выходи. В таких фильмах Джеки вообще немногословный. Дерутся, иди, иди, твоя ряблика сейчас будет. Мы еще посидим. Я заходил там, что-то говорил там. Есть, все записано. Дальше выходил, кто-то следующий забегал. Ну, пока там драка идет. Выкрики какие-то. Вот. Потом мне доверили, я помню, там же на СВДу были первую документалку. Я записал для канала Культура. О, вы говорили, что потом не могли ее смотреть спокойно. Да, я ее записал. И вот эту запись, я ее не знаю, где-то она лежит у меня. На кассете Битакам. Я боюсь, если честно говоря, слушать ее. Потому что там какой-то нечеловеческий дикий голос. В общем, зажатый. Ну, записали. И она была в эфире. Потом, значит, на студии ИНИС. Сейчас она Лексикон называется. В Останкина войска 3. Мне доверили там в качестве редактора и актера озвучить 160, что ли, серий. Сериал Колумбийский. Жестокая любовь. Аморес до Меркадо. И вот там несколько переводчиков было. А поскольку у меня был опыт уже такой вот работы с компьютером, с текстами, редактуры, я должен был все это привести в божеский вид. Всем разослать трактаты единомыслия, чтобы одних и тех же персонажей не называли по-разному. Потому что один переводчик так называет, другой эдак. Пойди разберись. А как ты должен его идентифицировать? Я вот их отсматривал. А, так этот вот он. А это же он же. И это он же. И я всем разогнал, что называйте только так. И никак иначе. И вот мне, значит, доверили это дело писать. И я под себя же укладывал. Ну, я репетировал, когда редактировал. Укладывал. Успею я выговорить там этот монолог. Эти слова-то все. Вот, значит, выговаривал. Все. На два голоса с Илюсией Ивановой писали. И длилось это больше года. Все. И я несколько раз пытался оттуда спрыгнуть с этого проекта. Мне говорят, нет, нет. Будь добр, значит, ты взялся за него, доведи до конца. И вот я там за какие-то условные деньги. Ну, это как стипендию я воспринимал на обучении такое. Вот мне выдавали какие-то денежки небольшие. И вот этот проект Аморс до Меркада я вел. Ночами, значит, укладывал. Днем писал. И вот так это продолжалось больше года. И постепенно вот я таким образом входил в профессию озвучания. И должен сказать актерам, которые рвутся в эту область деятельности. А еще больше не актеров, которые рвутся в эту область. И не актеров. Ну, вообще все, кто, новички, кто как-то себе эту картину в голове пытается нарисовать, что вам, ребята, придется иметь дело с закадром. Очень много. Потому что дубляж – это сливочки. Это то, что бывает редко. А основной хлеб актера озвучания составляет закадр. Что это такое? Это бесконечные сериалы. Как игровые, так и документальные. Какие-то реалити-шоу, там, не знаю, там, какие-то кулинарные передачи. Какие-то, ну, те же самые аудиокниги я туда же отношу. Потому что это тоже закадр. Там нет синхрона. Вот. И вот эта работа, которая в день может занимать по 12 часов. У меня есть вот такой пример. Я всем его привожу, когда меня спрашивают, что это такое работа закадром. У меня есть вот случай, когда я писал сутки программы «Дискавери». Это было на студии «Кипариз» в 2008 году. Кризис в стране. И мне также доверили, вот давай, редактируй и пиши. И вот я наредактировал там уему серии. Мне выделили студию. Выделили звукорежиссера Сережу Макарова. И вот такие кипы распечатали этих текстов, которые я там уложил. И мы с ним шарашили с 10 утра одного дня и сутки ровно. То есть это две серии перекур, чайку попить. Еще две серии сходить там что-нибудь поесть, чтобы живот не бурчал. Брака по звуку не было. Две серии перекур. Еще две серии еще что-нибудь поесть. И вот в таком режиме мы писали сутки. Но я должен вам сказать, что это дикая нагрузка, во-первых, на связки, на голос. Как я его совсем не посадил, это нам убегу известно. И потом я восстанавливался, ну, не соврать, дней пять, наверное. Просто отсыпался. Я такие эксперименты больше не повторял над собой и над звукорежиссером. Но вот такой подвиг. Я провел этот эксперимент. Понял, что этого больше повторять ни в коем случае нельзя. И вот так. И вот, ребята, если вы в эту профессию собираетесь всерьез вступать, будьте готовы работать вот эти вот там, у нас шесть часов, смена одна. Потом еще одна, вторая смена, еще шесть часов. С десяти до шестнадцати и с шестнадцати до двадцати двух. И бывает так, что ты отработал на одной студии вот эти шесть часов там или пять там. Успел или не успел перекусить. Надо успевать перекусывать. И потом еще от шестнадцати и тому же... На другой студии. Да, на другой студии. Или на этой же самой. Вот эти вот там, не знаю, сериалы. Надо четыре серии кровь из носа сдать. А не по пятьдесят минут. Там сериалы. Или документального какого-нибудь сериала. Какого-нибудь там, не знаю, реалити-шоу. Вот это основная работа. Но здесь грех не вспомнить мне вашу цитату, что закадр в больших объемах дает нам хлебушек, на которые потом уже можно намазать маслице случайных съемочек. Ну, или дубляжа. Или дубляжа. Да, да. Ну, там или икорка там, может, бывает. Но где-то вот 80% нашей работы составляет закадр. Тот самый хлебушек. Который нам дает 20% заработка. И 20% работы дает дубляж или там реклама, или компьютерные игры, которые 80% остальных денег. Вездесущий принцип Парета. Вот это. 80 на 20. 80 на 20, да. Так что вот будьте готовы. И это требует, во-первых... Я иногда ловлю себя на том, когда вот я и рядом партнеры, мы там бывает на несколько голосов за кадр пишем, что все входят в какое-то состояние очень высокой концентрации. Ну, во-первых, конечно, надо отключить все мобильные телефоны, убрать подальше, там, часы с руки снять и отложить, чтобы не прошел тиканье часов на микрофон. Что его во время записи не слышно, когда сводят и поднимают звук, то это брак. Приходится приезжать, там, у кого-то часы тикали всю смену и все переозвучивать. Надо не шуршащую одежду, надо не бурчащий живот. Вот тут не бывает мелочей. Это, как, я не знаю, в разведку, когда ты идешь попрыгать, потому что ничего не гремело, не звенело у тебя, не дай бог, там, где-нибудь там вот это вот молния, там, крестик у тебя, там, еще что-нибудь. Вот все, что может брякнуть, звякнуть, блямкнуть в процессе записи, стукнуть, вот этого ничего быть не должно на тебе. Все надо убрать, не шуршащая одежда, ясная голова, и вот в таком режиме изо дня в день существовать. Пока не упадет какая-нибудь манна небесная в виде там съемочного дня какого-нибудь такого, нажористого, или там рекламки хорошие, там, компьютерные игры, часа на три. Больше уже тяжело, и связки не выдерживают. И тогда вот жизнь удалась. А так вот этот хлебушек, будьте готовы, и взвесьте много-много раз, что готовы вы к такому адскому существованию или нет. Потому что, как правило, это тесные помещения, плохо проветриваемые, без окон бывает, в подвалах каких-нибудь. Ну, давайте не будем сразу вот настолько катастрофически запугивать наших зрителей. Мы понимаем, мы понимаем, что династия войтиков в любом случае крепко держится в этой профессии, так что нашим зрителям не составить конкуренцию вам. Владимир, у меня к вам вопрос. Посмотрим еще, не составить ли. Нет, я имею в виду нам, не составить вам. Нет, я про то, что талантов там много. Составляйте, составляйте, нужны новые голоса. При таком серьезном подходе отец вас как-то готовил к этому, как Алексей выразился, адскому существованию? Предварительная подготовка у вас была, когда вы начинали это делать? Да, была, но она была, как сказать, это не было армейской школой, что так, сейчас мы ставим голос, потом это, нет, такого не было. А в чем она заключалась вообще, эта подготовка? Она заключалась в так называемых мелких фишечках профессии, которые могут помочь. Вот, скажем, я отчетливо помню пример, как-то вот, ну, первые мои шаги в дубляже, и мы идем по парку какому-то, и папа, значит, меня ведет на смену. И, ну, всячески мы разговариваем про профессию, он как с позиции бывалого льва так смотрит и говорит, Симба, учись этой профессии, это очень сложно, даже не в этом суть. И вдруг зашел разговор о том, как правильно переворачивать странички. А это искусство. Это на самом деле, раньше в советском дубляже это было действительно искусство, потому что вот идет колечко, и нужно незаметно, чтобы это ни в коем случае не вот так вот, а чтобы аккуратненько перетащить следующую реплику и довести уже сцену. Но это в советском, сейчас это все проще, что ни в коем случае страницы не надо перекладывать вот так. Просто вот прочитал, переложил, нет, ее надо перевернуть как книгу. Почему? Потому что когда текст будут переворачивать обратно, чтобы это уже был готовый текст. Чтобы следующий партнер, который приходил, ему не приходилось вот так вот переворачивать странички за тебя. Или путать их вообще, что бывает, когда приходят вот молодые актеры, ну, необычные, или дети там до тебя писали. Наезд какой-то, да, пошел такой возрастной? Не-не-не, но я просто как-то, я тоже, я пришел на какой-то детский проект, где один ребенок был. Ну, просто какой-то маленький совсем, там, лет пять или вообще там четыре годика. И просто вот идут нормально странички там, какой-нибудь Породнов пишет, Прозоровский, еще кто-нибудь. То есть такие прям метро, которые знают. И странички шикарно идут. И там вот две странички со словами этого мальчика. И они просто вот отдельно лежат. И ты такой, ну, ладно. Поэтому нет, это как бы, это такие мелочи профессии, но которые очень нужны, которые, если ты заучишь, то будет проще всем. И тебе, и режиссеру, и приходящим вслед за тобой артистам. Алексей, а вы когда поступали в институт, у вас была возможность выбрать не школу-студию МХАТ, а щепку? Ну, мы, как и все, и до сих пор так происходит. Ну, в несколько возраст документов, да, понятно. Я говорю, потому что пока до конкурса, ты же не понимаешь, где ты дальше пройдешь. Но вы хорошо шли в щепке на вступительных испытаниях и в школе-студии тоже. И мне даже намекали, что меня в щепку готовы. Ну, берут. Но просто в школе-студии МХАТ так получилось, что, по-моему, после второго тура нас вот вдвоем с товарищем, с Игорем Местоценко, с однокурсником, позвали в кабинет ректора и сказали, что мы больше никуда не бегали, что нас берут сюда, в школу-студии МХАТ, на курс коллегу Николаевичу Ефрему и Андрею Васильевичу Мехкову. И что вот готовьтесь к сочинению, все, больше никуда не бегайте. Мы перестали бегать. И все, и подали документы, конкурс, экзамены, и дальше мы приняты. Есть ли у вас такое понимание, что щепка, щука, школа-студия МХАТ, они чем-то отличаются по своей внутренней атмосфере, по школе? Но с этих позиций вы как-то выбирали, или вы тогда не имели представления об этом? Никакого представления не имел. И все вот эти различия, они, на самом деле, не очень большие. Символические? Символические, да. Ну, вот мы МХАТовцы, да, вот мы стараемся, когда... Выясняем, что ты тоже там Даша Фролова. Ну, кто в озвучке у нас? Ира Савина, тот же Володя Левашов. У нас, конечно, какие-то особые отношения внутри цеховые, что мы вот МХАТовцы. Много щекинцев, щепкинцев много среди актеров озвучия. Щепкинцев много стало за последнее время. Есть и представители славной школы ГИТИСа, ГИКа. То есть прям нельзя сказать, что это какие-то отдельные группы, которые там обособленные, и они там враждуют, как болельщики там разных команд, не знаю, в премьер-лиге российской. Нет. Мы все дружим. Это чисто условное такое деление. Ну, как-то мы по-особому теплу, другому относимся, когда выясняем, что вот мы школу в МХАТ, у нас там общие педагоги какие-то были, это всегда сближает еще. Владимир, а вы, судя по тому, что выбрали актерский вуз, сейчас вы, насколько я понимаю, на первом курсе учитесь? Да, да, я учусь на первом курсе мастерской Марии Андреевны Голубкиной в Институте театрального искусства имени Василия Водовыдовича Кобзона. Выбрал я этот институт. Сами? Волей судьбы, конечно же, волей судьбы. Но случай, он бывает коварный, а бывает очень, так скажем, приятный. То есть, как бы кажется, что вот все ужасно, все так плохо складывается по жизни, а потом смотришь через 10 лет, ох, как все хорошо сложилось. Карточка здесь, карточка тут, и все, картина уже хорошо сложилась. Так что это все в долгосрочной перспективе, и поэтому сейчас, конечно, озвучка, она выпадает в свободное от учебы время. Вот, например, на этой неделе, конечно, тишина, а вот на следующей неделе уже будут записи диснеевского мультсериала, называть не буду, что это такое. Но, в общем, это такая крупная работа, которая требует, конечно, большого вложения сил, и в этом смысле, конечно, свое институтское, не знаю, как назвать... Ну, по выходу будешь писать, да? Ну, про то, что свою вот эту вот институтскую жизнь надо оставить, и как бы свой какой-то профессионализм за почти сколько, 10 лет работы надо вот вернуть, потому что там, да, конечно, себя прежнего забываешь, а в дубляже, наоборот, вспоминаешь. То есть у нас, говорю, у нас возле микрофона вообще жизнь идет. Ну, вот вы, говоришь, недавно ходили, ребята ходили всем курсом в цирк, и провели там практически весь день. И там братья Запашные говорили, как проходит, как устроена жизнь, какая строгая дисциплина нужна для организации, вот шоу. Вот, и тебя поразило, как это на спектакле голос сел Борисич Кузнецова там, да? Да. Вообще, в целом, это, опять же, большое спасибо моему мастеру Марии Андреевне. Она сделала нам, первокурсникам, которые как бы вообще должны в мастерской жить 12 часов, она сделала нам билеты на репетиции, не просто на спектакле, а на репетиции братьев Запашных в московский цирк. И мы пришли всем курсом, и это была замечательная беседа, рассказывали вообще, как цирк устроен, и это, конечно, было фантастически. И в том числе, когда мы шли по какому-то, значит, по какому-то фойе, или там по каким-то залам, значит, рассказывали про то, что вот сейчас цирк, конечно, очень сильно поменялся, много эффекта, все. И вот, в частности, мы в последнее время привлекаем актеров дубляжа. Вот у нас недавно в нашей программе, вот в нашем спектакле, будет задействован сел Борисыч Кузнецов. Ну, вы знаете его, это голос Киану Ривза, я такой стою в стороне. «Знаю, не понаслышке». Для меня он дядя Сева. Ой, ну нет, он для меня Сел Борисыч. Кстати, очень забавная история, надеюсь, что... Что мы вырежем, нет, вырежем. Нет, нет, я про то, что, ну, как сказать, все наоборот останется. Была замечательная история, мы озвучивали фильм «Шазам». Такой вот по комиксам DC. И там режиссером был Сел Борисыч Кузнецов, это была такая очень ответственная запись на Мосфильме. И, условно говоря, у нас должна была быть одна запись, мы должны были всю роль одобрабанить, и, собственно, свободен, деньги на столе. И в определенный момент мы понимаем, что время не хватает, времени не хватает, что мы записали только половину фильма, а уже следующий артист сидит. Мне говорят, что выходи, тут пришел следующий артист, сейчас мы будем все решать. Ну, я вышел, и мне сказали, так, смотри, ну, сейчас мы не сможем никак дописать, ты можешь в другое число там приехать да записать? Я говорю, да, конечно, когда? Ну, вот смотри, у нас вот два дня занято, давай вот на третий день мы специально для тебя, значит, студию эту возьмем и запишем рано утром, мы уже там звуковиков отпустим, чтобы они проект сводили. Я говорю, да, конечно, когда там? Ну, вот в 8 утра надо быть на Мосфильме. Я такой, ну, ладно, хорошо. И я смотрю, что так, Сел Борисович, слушай, а давай я за тобой заеду? Я такой, в смысле? Ну, как, к твоему дому подъеду и подхвачу тебя, чего тебе в метро-то тащиться? Я как-то засмущался так, да неудобно, как-то, ну, все, Борисович, ну, кто ты? И я рядом стою, папа такой, соглашайся, дурак! Вот так вот, просто. И я сказал, ну, давайте. И сел Борисович Кузнецов в свободный для себя день, подхватил меня рано утром, приехал к моему дому, подвез к Мосфильму, мы с ним замечательно поговорили, вот это о человечности, этого замечательного режиссера, актера, и да, Всеволода Борисовича очень люблю. Минутка Всеволода Борисовича у нас возникает постоянно, с каждыми героями нашего выпуска. Ну, Ярослав Георгин, наверное, тоже, да? Ну, да, это тоже. И о ней, и о нем все рассказывают фантастические вещи, отмечают человеческие качества, профессионализм. В связи с этим мне хочется узнать, а вообще, работой с какими режиссерами или партнерами по цеху, или над какими ролями вы особенно гордитесь, какие вам особенно дороги? Ну, тут, как все обычно в таких случаях говорят, не буду перечислять, чтобы там кого-то не забыли, тем самым не обидеть. Ну, я вот, если позволите, там несколько забавных историй расскажу. Ну, вот всем известный Миша Тихонов Михаил Юрьевич теперь уже, да, теперь уже режиссер. А когда-то вот мы на этих закадрах проводили сутками, вот просто там с Мишей, там с Олей Шороховой. Вот. И доходило до того, что мы просто уже теряли связь с реальностью. Как-то раз мы переезжали из одной студии, озвучивали трансформеров. Длинный сериал тоже там мы, наверное, год, наверное, писали. Мишка там за всех молодых, я за всех этих ужасных там демолишеров, там этих мегатронов, там, нахрипелись, наорались там. Едем на машине с одной студии на другую, там, писать разрушителей мифов. И вдруг Миша, который за рулем, делает такое. А-а-а-а-а! И бросает руку. Что такое, Миша? Мне показалось, что вот эта мусорка сейчас превращается в робота. Там у нее стало развиваться там какое-то, значит, это... И вот мы уже настолько погружены были в материал, что Мишка так вот... Сейчас он уважаемый уже, конечно, там человек, режиссер. Но Миша это человек, который сам себя сделал в озвучке. Он пришел в юном возрасте на озвучание. Прошел все вот эти этапы, там, я не знаю, от гур-гуров, прислал будто вот этого там за кадра. Окончил в ГИК там по ходу. У него уже не было актерского образования. Но он получил режиссерское образование. И вошел в режиссуру, изучая английский язык углубленно, чтобы быть в теме, чтобы с экрана можно было переводить, чтобы можно было там со скриптами работать. Ну, с тем текстом, который нам обычно подсовывают еще, чтобы мы сверялись. Вот. И вот Миша стал режиссером прям очень хорошего уровня. Действительно, это отмечают все, кто с ним работает. И я очень рад за него. Я тоже отмечу. Да. Действительно, великий режиссер уже. Так, еще истории. Вот, например, Ярослава Георгиевна Трулева, которая как-то вот Вовку там с малолетства тоже там... Про Ярослава Георгиевну призывала. Мы совершенно недавно только узнали, что она, оказывается, в фильме «Приключения Буратино» назвучивала, по-моему, Пьеро. Нет, она Артемона. 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 Она из детей себя озвучивала, потому что остальных всех озвучили травести. Вот. Она говорит, как же так? Почему же я этого не знала? Вот. Но им потом уже не суждено было свидеться, потому что не стала сначала Танюша, потом Ярослава Георгиевна. Наоборот. Начала Ярослава Георгиевна, а потом Танюшка. Вот как-то они все в один год. В этом смысле мне очень повезло, потому что я с Ярославой Георгиевной... Ты немножко наврал про то, что я с ней с детства, с малолетства знаком. Нет, как раз с Ярославой Георгиевной меня просто вот... Я, что называется, в последний вагон с ней познакомился, потому что мы первый раз с ней позвучали в 2019 году. То есть это вот прям... Это буквально год с небольшим. Да, и причем она меня как-то сначала не очень восприняла как вообще актера хорошего, а потом как-то уже одна ролька. Тут, значит, записываю роль, она такая, ну там пробы лежит, ты запиши что-нибудь там, скажи, ну до кучи просто. Я записал, утвердили, снова пришел, потом снова какие-то, потом уже она сама зовет. А потом люди ролей не досчитываются, где они... Да, это все я. Да, так что Ярослава Георгиевна, это, конечно... Не можем не упомянуть, конечно, Леонида Григорьевича Белозоровича. О-о-о! Да. Вот из советов там старого мастера молодому подрастающему поколению, не опаздывай к Белозоровичу. Никогда. Не опаздывай. Я опоздал, я знаю, что это значит. Да. Я однажды опоздал на 10 минут, он меня два года не звал. Причем он мне высказал, он мне прочел лекцию о том, что, когда, допустим, ты едешь на вокзал, на поезд, ты же не позволяешь себе опаздывать, потому что ты приедешь, а поезд ушел. Вот, говорит, Алексей, для вас поезд ушел, а мы до этого с ним были на ты. Вдруг он перешел на вы со мной. Все, мы из ранга такого практически дружеского общения перешли в ранг официального общения. Все, поезд ушел. Я вас в очереки вел. Скажите интонацию, знаю. Я знаю их из тысячи. А потом года через два он уже стал звать меня, и сейчас наши отношения опять нормализовались. Вы легко отделались два года, это на 10 минут вы опоздали. На 10 минут я стоял в пробке, я ехал с дачи в автобусе на Киевском шоссе, который перекрыли. Кто-то ехал, куда я денусь? А это, собственно, Горябил Зарович и ехал. Может быть, да. Я ему звонил, Леонид Григорьевич, он промолчал. Потом сказал, что можете не приезжать. И я приехал, отсидел. Пока все записались, в конце он все-таки дал мне записать вот эту маленькую ролику, на которую меня вызвал минут на 15, на 20. Но после этого два года не вызвал. То есть, общее опоздание составило два года 10 минут. Да, два года без права переписки. Вот такой вот, ну, это определенный подход, который дисциплинирует актеров. Если ты знаешь, что ты ездишь к Белозаровичу, Вова выезжает там, по-моему, часа за два, да? Я, да, я приехал как-то к нему за полтора часа. Владимир звонит Кузнецову, говорит, Селон Борисович, мне нужно выезжать к Белозаровичу. Да, да, да. Приезжайте. Не, я опрашиваюсь в этот момент записи Селона Борисовича и еще к Белозаровичу. Не, ну, я так. Ну, в нашем цеху это такой, в общем-то, предмет такого, ну, определенного юмора. Но мы все, конечно, его любим, Леонид Григорьевич, и он прекрасный актер. Ведь он же, когда смотришь там в фильме, как-то приступить к ликвидации, он же там очень точен. Действия происходят в Белоруссии, в его родной, там, вот это вот военный фильм, по-моему, 44-й год, или сразу после войны вот эти банды там, которые... И он там замечательный просто, молодой, такой прям очень точный, соответствует времени, прекрасный актер. Мне хочется чуть-чуть увести вас в технические детали. Вот наши зрители, многие делают только первые шаги в озвучивании. Многие из них без профессионального актерского образования. Именно поэтому они смотрят подкасты в надежде услышать какие-то конкретные советы. А конкретных советов, как правило, их очень мало. Их не может быть, потому что это профессия, это ремесло, как все говорят. Но если все-таки у людей нет этой профессии, нет профессионального образования, можете ли вы пояснить, какие азы, какие базисы, основы обязательно должны быть у начинающего человека, без которых даже не нужно иссоваться сюда? Во-первых, нужно привыкнуть к своему голосу. Нужно научиться слышать его со стороны. Без ужаса, да? Без крови из ушей. Да. Привыкнуть к нему. Потому что я, честно говоря, привыкал несколько лет. Но вот опять-таки, вот эта вот работа на закадре, многочасовая, в наушниках, когда ты слышишь свой голос, привела к тому, что я уже, например, сны видел такие, что вот тебе снится сон, и ты слышишь свой голос, который комментирует этот сон. Ну, во сне. То есть это настолько уже, вот ты его настолько к нему привыкаешь, к этому голосу, что он тебя совершенно не смущает, он существует отдельно от тебя, и ты им управляешь. Это отдельный инструмент. Для того, чтобы научиться слышать себя со стороны, ну, нужно завести, можно даже на мобильный телефон начитывать, на диктофон, потом в наушничке обычные прослушивать то, что ты наговорил. Так лучше усваиваться. Материал так можно изучать иностранный язык, например, английский. Ты начитываешь, потом слушаешь. Материал лучше усваивается. Или ты читаешь вслух какую-нибудь книгу, потом ее слушаешь, ты практически ее наизусть запоминаешь. Стихи там, не знаю. Это для твоего же развития. И плюс еще работает то, что ты привыкаешь к своему голосу. Можно я уточню? Тебе нужно его научиться воспринимать как инструмент. Можно я уточню? Многие озвучивают эту проблему, да, что невозможно слушать звуки своего голоса. Ну, кошмар, что за скрижащая какая-то там железяка. То есть мы должны понимать, что это важный этап. Голосу просто нужно привыкнуть, верно? Да, и нужно привыкнуть еще... Ведь мы, когда слышим себя в наушниках, мы стараемся как-то украсить этот голос, да? Вот. Прямо чтобы это красиво звучало. И ты начинаешь, значит, говорить как-то неестественно. Я помню, у меня был случай. Меня позвал русская православная церковь, значит, там, игумен Киприан из строя Сергея Вилавры, огромный такой здоровый игумен, выше меня там на голову на целую, такой седой весь. Вот. Позвали меня озвучивать старца Паисия. Там целый цикл фильмов, и у него там большая армия в этого фильма поклонников среди православных христиан. Паисий Святогорец. Да, да. Голос Паисий Святогорец. Мы на два голоса с Димой Полиновским. Он закадровый голос, а я голос как бы старца Паисия. Вот, чтобы найти голос старца Паисия, режиссера Александра Куприна, этого документального цикла, мы его искали несколько дней, этот голос, внутри меня. И нашли, знаете, где? Вот просто нужно, он говорит, сядь, полностью расслабься, вообще не напрягай никаким образом связки. И вот мы докопались до того вот моего исконного голоса, который вообще вот не напрягаясь никак, так, он как откуда-то изнутри идет. И это мой настоящий голос. И когда я его слышу вот в этом фильме, я понимаю, что вот каждому актеру, начинающему, уже давно занимающемуся этой профессией, нужно его раскопать в себе этот голос. Это, наверное, тот голос, каким изъясняются в любви, каким там говорят с ребенком. Это тот голос, каким мы говорим, когда вокруг никого нет, например. Без каких-то надстроек, без каких-то вот этих изображений. Может быть, да, искренней совершенно, может быть, со слезами на глазах. Это тот голос, который нужно каждому в себе открыть. Но это опять-таки путем очень долгой работы над собой. Да. Ну и с микрофоном. Ты должен его услышать, ты должен его почувствовать. Тут базис, тут твой. Вот смотрите, есть огромное количество дилетантов, которые штурмуют стены крепости. Иногда эти стены там прогибаются, пускают кого-то, залетает кто-то. Есть огромное количество талантов, которые-то не могут попасть. А вот как человеку самому, который пока еще не знает, что он собой представляет, понять, каков его профессиональный уровень, получить объективную оценку своим усилиям и стараниям. В соцсети это выкладывать можно, но там-то явно не получится объективность. Там либо хейтеры, либо как раз твои там какие-то кореша, друзья. Ну, тут, наверное, все-таки, ну, ты как, что ты скажешь на это? Как получить объективную оценку? Да, наверное, друзья, да? Да нет, на самом деле, мне кажется, что здесь просто... Короче, надо сделать одну запись и бесконечно-бесконечно записываться на протяжении года. И потом сравнить первую запись, вот последнюю, крайнюю. И понять, в общем, в чем разница. Вот так вот, наверное, и приходит объективное осознание того, что ты делаешь. Потому что все равно вот там то, что говорят на первом курсе, что чем больше ты делаешь что-то, тем, соответственно, какие-то уже там подробности возникают. Ты начинаешь додумывать, ага, начинаешь замечать что-то. То есть, условно говоря, чем больше ты что-то читаешь, 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 ты в определенный момент понимаешь, что, например, легче будет читать так, а можно подать голос вот так или там наоборот его убрать. То есть, как-то это, мне кажется, с опытом приходит. Ну да, опыт надо нарабатывать. Тут требуется время, конечно. Ну и если есть там какой-то в семье еще ребенок, то если ему... Читай, ребенка не обманешь. Если ребенку читать на ночь там какие-то сказки, книжки... Вот я вам читал, помнишь? Всегда на ночь там читал книжки. И ты понимаешь, что они слушают тебя или нет. Вот и ты понимаешь, что в этот момент ты их заинтересовал. Вот если ты смог заинтересовать ребенка чтением, то считай, что у тебя получилось, что это объективная оценка твоего таланта, что ты можешь этим заниматься на публику, если ты смог завладеть вниманием одного или там, да, еще и лучше нескольких детей. Вот тут-то я и приведу вашу цитату, которая тоже меня сильно зацепила. Нужно обязательно читать детям книжки, рассказывать им истории. Голос родителя, который читает перед сном сказку, это самое большое счастье для ребенка. Такое семейное звучание невероятно важно. Это ваши слова, сказанные в одном из интервью. Да, наверное, да. Готов повторить их, подписаться под каждым словом. Я надеюсь, что я достаточно отчетливых уже произнес. А читать вообще вот в художественном смысле каждый может или это дар, который дан, либо не дан? Ну, не каждому он дан, это развивается. Если мы говорим, что человек там, не знаю, не выговаривает много букв алфавита, это еще не приговор. Это точно ставится работой с логопедом, например? Да нет, я о другом. Даже вот, например, замечательный актер Георгий Иванович Бурков. У него с дикцией-то, в общем-то, было не очень хорошо. Но в момент, когда он что-нибудь... Я его видел в театре, я не был знаком и не работал с ним вместе. Но по его ролям в кино, где-то в мультфильмах тех же, он настолько это искренне делает, что понятен его посыл и понятно все, что он говорит. Хотя он не выговаривает до конца каждую букву, как многие актеры, но непонятно совершенно, что этот выговаривающий актер хотел сказать. А его понятно, потому что он говорит сердцем. Вот если научить опять-таки себя говорить сердцем, то остальное подтянется. Подтянется. Тебя будут понимать. Тебя поймут обязательно. И надо от души читать. Ведь любой вид искусства, он в итоге сводится к тому, что желание рассказать историю языком танца, оперы, там, я не знаю, живописи, кинематограф, театр. Это все желание рассказать какую-то историю. И ты понимаешь, какую ты просто роль в этой истории исполняешь. Ну, когда мы говорим о дубляже, там, не знаю, о закадре, ты какую-то роль в этой истории, вот тебе отведена роль злодея. Она нужна для того, чтобы в итоге добро победило зло. И ты понимаешь, в каком жанре, если это комедия, то надо это зло сделать там посмешнее. Или это если история какая-то печальная, то она должна все равно заставить человека в конце этой истории задуматься. Ну, ты должен понимать, какую роль ты играешь в этой истории. И к чему эта история вся направлена, к чему она ведет. И для наших зрителей, которые делают первые шаги, повторим, что эта роль явно не в том, чтобы звучать красивым голосом. Это тоже нужно уметь, конечно же. Потому что, например, там, дикторский голос, там, такой поставленный, он тоже нужен. И это тоже может быть такая роль в этой истории. Допустим, ты играешь роль диктора. И вот таким голосом, пожалуйста, это прекрасно ляжет. Я как-то... Нужно быть разным. Нет, я просто про дикторские голоса в жизни. Я как-то смотрел проект Магомаев. Когда снимали про Магомаева, значит, с этим сербским-то режиссером. Ну да, да, да. Да, вот. И там, значит, был момент, когда они озвучивали бременских музыкантов. И там, значит, Магомаев, который поет этот... Пусть нет и ни костра, ни два раза, зато не платят королю налоги. Вот это вот все. Поют. И там три режиссера, которые, значит, вот так вот. Очень интересно этот момент показан, потому что действительно там они такие... Нет, надо вот так. Не, ну надо вот так. Все. Первый дубль был самый хороший. Вот так все время у нас происходит. То есть что-то варианты накидываются. В итоге, ладно, первый был самый точный, берем его. Думаешь, что мы в этом все вообще делали? Но даже не в этом суть. Один режиссер говорит, ему что-то объясняет. Другой вот тоже как-то по-человечески. А другой говорит как-то вот так, типа, Муслим там как-то. Можете, пожалуйста, сделать как-то вот так? И я такой, слушаю, это... Это что? То есть тут просто люди только что разговаривали живо, ты этому всему верил, и вдруг один человек вот этим вот всем, он просто ломает эту картину. Это просто это мертво выглядит. Да? Да. Вот видите. Показ. Мы говорили про технику речи, и тут нельзя не упомянуть, что у вас в школе-студии сценическую речь преподавала Анна Николаевна Петрова. Конечно, да. И профессор, она тут на днях маску золотую получила. Да вы что? Да, да. Вот у нее был день рождения две недели назад. Сколько? Девяносто три, да, по-моему? А, да. И ей вручили золотую маску. Это вот редкий случай. Это за проекты или за достижения? За совокупность всех достижений. Потому что у нее столько учеников она дала театру и кинематографу отечественному, что уже не заметить, это было невозможно. Ей вот доброго здоровья, Анна Николаевна. Я вот, вы знаете, я хоть сам у нее не учился, но я ее неудержимый фанат, и у меня даже там была возможность посетить один ее мастер-класс, который Союз театральных деятелей организовывал. Хочется понять мне, какие еще из ваших педагогов вспоминаются вам до сих пор, откликаются, аукаются, иногда грозят пальцем. Кто из них оказал наибольшее влияние на ваше развитие профессионально? Ну, конечно, Олег Николаевич Ефремов. Расскажу один сон, который мне приснился. Прошло уже несколько лет после похорона Олега Николаевича, и мне снится сон, что мы Олега Николаевича хороним. Вот он на сцене МХАТа, лежит в гробу, и вдруг прибегает там учредитель этого всего, значит, вот прощальной этой церемонии, и говорит, вы знаете, там запружены все улицы, вот, значит, Тверская, там прилегающие народу, хочется проститься вот, значит, вот с Олегом Николаевичем, и все не успеют сегодня. Что делать? И принимается решение на высоком уровне, что Олега Николаевича, значит, еще на завтра... Продлить. Ставить в театре, да, и завтра продлить, и уже на завтра все это, на Новодевичье кладбище отвезти его. Ну, ладно, что же, и оставляют дежурных, ну, а кого? Бывших учеников его, кто учился у него. И вот, значит, оставляют, значит, на сцене Олег Николаевич в гробу лежит, и остаюсь я и Сережка Векслер, мой однокурсник. Векслер, значит, на стуле засыпает, как обычно. Я застаюсь сяден, ровно в полночь Олег Николаевич поднимается в гробу, это сон, смотрит, значит, налево, направо, оценивает, значит, как он обычно это делал, видит меня, встречает с глазом и спрашивает, ты что делаешь? Это вот на первом курсе, он на этюдах. Что ты делаешь? Вопрос, по действию, что ты делаешь? И я думаю, ну, во сне это судорожно, значит, соображают. Так, я же не могу ему сказать, что я вас хороню, Олег Николаевич, потому что вроде как он уже и живой. Замялся, и он говорит, вот видишь, не знаешь. И опять, значит, лег. Я встречаю Покровскую Аллу Борисовну, Царство Небесное, еще нашего педагога одного. Это уже в жизни, через несколько дней, играл Борисовну, вот такой сон приснился, значит, даже вот не знаю, как он. Ну, расскажи. Я ей рассказываю все это. И она говорит мне, ты вот знаешь, вот ты все-таки вот не знаешь, что ты делаешь, а тебе надо, ты все-таки сомневаешься. А действие это самое главное. Вот он пришел тебе, явился во сне, чтобы сказать тебе, что все нанизано на действие. И это касается и озвучки в том числе, потому что это тоже актерская деятельность. Вот любые, значит, ребята, которые приходят в озвучку, они должны все-таки еще немножечко заниматься актерским мастерством, потому что есть какие-то вещи, которые, ну, по умолчанию мы все понимаем, о чем идет речь. И когда режиссер ставит задачу, говорит, что там сквозное действие, ну, какие-то термины, которые мы все понимаем, актеры. А люди со стороны, им все-таки нужно вот овладеть, что ли, этим, понимать, о чем идет речь. Если есть возможность, там, есть сейчас масса возможностей на Ютьюбе, там, всякие актерские курсы, там, ну, это все можно посмотреть. Только что за всю жизнь пересмотреть. Пересмотреть и просто понять, о чем речь идет. Да. Ну, хотя бы термины усвоить основные. Владимир, а ваши главные учителя кто? Отец это главный учитель или не тронь, я сам разберусь. Я не авторитет вообще. Здрасте. Нет, нет. Нет, ну, он врет, врет. Врешь ты все, врешь. Нет, ну, про то, что, конечно, и учитель, и наставник, и, что самое главное, советник. Потому что одно дело это чему-то учить, как-то наставлять, а другое дело советовать. В неформальной обстановке, просто посоветовать. Вот я иногда чувствую, что все уроки могут пролететь вообще мимо уха, а вот совет, один совет, он может на всю жизнь заесть. И в этом смысле, конечно, да, наши всякие ночные разговоры про озвучку, про все, они не проходят даром, и оттуда, конечно, очень много информации мне в уши перепадает. Ну, это, конечно, и вот мы уже упомянули режиссеров, это и все, вот Борисич Кузнецов, и Рослава Георгиевна Туралева, и Михаил Юрьевич Тихонов, и Юлия Бирюкова, и там, ну, я сейчас, действительно, я начал перечислять, я сейчас по-любому кого-то забуду, поэтому... Потом допишем. Да, потом допишем, ну, и там будет лист А4, наверное, 15 листов А4, кто мне вообще помог, это, конечно, огромное количество режиссеров, профессионалов своего дела, которым... Вообще, на самом деле, это я замечаю, профессионалам они... Профессионалы, они не делают вот такой вот взгляд свысока. Они, наоборот, они очень простые, и они как раз готовы помочь. Если ты хочешь чему-то научиться, подбегаешь, извините, вот расскажите, как... Деточку, ну, смотри, вот так, вот так, вот так. Все же просто. Ну, и сделай. И вот как-то так это и работает. Алексей, а вы строгий критик самому себе, своей работе? Ну, я никогда не стараюсь не смотреть. Ну, специально пересматриваю там какие-то вещи. Потому что, во-первых, некогда. Уже там новая какая-то работа подошла, и ты занят... Новые задачи какие-то в жизни ставят, ты должен их решать. Ну, работа, слава богу, не грех жаловаться, работа есть. Опять-таки, благодаря закадру, вот, прежде всего. Потому что озвучка, вот, дубляж, он бывает редко, особенно сейчас в наших условиях этих, он бывает редко. Та же самая, там, не знаю, реклама и компьютерные игры. Если только ждать их, во-первых, актер, любой, и актер озвучения в том числе, должен работать каждый день. Ну, как балерина. Вот у него есть станок, она должна пять часов, или музыкант какой-то. Пять часов в день отдать инструменту. Инструменту своим. Наш инструмент – голос. Мы должны, чтобы он... Делать все, чтобы он работал. Мы должны такие создать для себя условия, чтобы каждый день работать. Каждый день. Вот, собственно говоря, вот о важности за кадр. Вот я говорю еще раз. Пусть он не так сильно оплачивается, как дубляж, но он дает нам этот станок ежедневный. Работать, работать, работать. Для начинающих то же самое. Работать, звучать, работать, слышать свой голос, привыкать к нему, пытаться делать разные там какие-то эксперименты над голосом, там, мультяшность развивать, там, вот там, если девочки, там, как они в основном там за детей, как вот за детей, как за старуху, как старуха бы сказала эту фразу, а как ребенок бы ее произнес. Для ребят, ну, с возрастом там поиграть, за счет чего достигается там возрастная роль, как ее за счет чего, там, хрипотца там какая-то. И вот я показываю, у меня меняется пластика, потому что, когда ты входишь в возрастную роль, ты уже по-другому себя... У меня есть физика, и голос идет. Все, да, ну, она тебе помогает. А когда молодого что работает? У-у-у, тут все. Ох, да, эх, тут бодрячок. Полетели, 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 да, на ковре в самолете. Мы очень быстро летит время, и мы приблизились уже к финалу, я задам вам несколько легких вопросов, веселых. Формативных целей, просто. Нет, один из них я выцепил из вашего давнего интервью. Значит, там было такое завершение, ведущий на радио сказал вам, желаю вам удачи во всех своих начинаниях. Нужно говорить во всех ваших начинаниях, ответили вы. Да, и больше появляться в экране, продолжил ведущий. На экране поправили вы. Этот эпизод наталкивает меня на следующий вопрос. Вы просто крайне ревностно относитесь к нормам произношения, или вообще люди в семье и в работе страдают от вашего занудства по самым разным поводам? Вы знаете, это интервью было, видимо, давно. Тогда я еще поправлял людей. Сейчас я не поправляю. Я просто отмечаю для себя, что... Что с этим человеком я больше общаться не стану. Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Особенно, когда приезжаешь в провинцию, ну, там, где на районе не звонят, а звонят, я никого не поправляю. Я просто для себя отмечаю, что вот в этой части там страны принято ставить ударение так. И я для себя это помечаю. У меня есть такие специальные книжечки, в которых я беру с собой всегда в путешествии, и какие-то словечки подмечаю, как ударение, как в этой области там принято говорить, например, так, а не так. Или вот так. Там портфель можно говорить, там портфель, а вот в одной деревне я услышал протфель. Очень хорошо, мне понравилось, я записал, и где-нибудь буду использовать это. А коллеги мы друг друга, как правило, поправляем. Поправляем, да, потому что сверяемся со словарем, залезаем на грамоту, там, точка.ру, русское словесное ударение, или там Дитмар Ильяцович, или там... Розенталь. Розенталь, смотрим, как у него, диспуты там. Ну, приходим к какому-то единому мнению на этот счет. А в общении, в обычном, зачем? Ну, не надо. Человек так говорит, пусть это его право. Владимир, к вам вопрос. Раньше ваш отец все время говорил, что он постоянно ходит сюда с бумажным ежедневником, никуда без него шага не вступает. Сейчас я что-то у вас ежедневника здесь не замечаю. Вы отучили, посадили, наконец, папу, на электронные гаджеты. Хе-хе-хе, отучил. Не, на самом деле, его невозможно уже теперь отучить. Это действительно, это человек с ежедневником был, будет и есть. Он все время с ежедневником. И каждый год новый ежедневник. И на самом деле, я пользу этих ежедневников понял только в прошлом году. Потому что мы сели пересматривать какие-то фотографии. До этого момента я вообще не понимал, что человек тратит свое время, в котором он мог поспать, поесть, посмотреть телевизор, почитать книжку. Он тратит ее на то, чтобы сесть и вот так вот горбато что-то писать за столом долго. Я такой думаю, это вообще совсем уже человек поехал головой, а в прошлом году я действительно осознал, потому что мы сели смотреть фотографии, и вот там идут какие-то фотографии. Ой, слушай, а что на этой фотографии происходит? Вы тут за столом сидите, какое-то место неизвестное. Сейчас посмотрим. И папа достает ежедневник за год. 14-й год. Да, ту дату. И такой читает, да, в это время мы были на празднике, в этом-то, в этом-то месте, по такому-то адресу, просто ну уже точнейшие подробности. Я такой, вот она оказывается, в чем история-то была этих ежедневников. Поэтому нет, гаджеты гаджетами, а ежедневник по расписанию. А бывает, ты потерял телефон, но где ты найдешь там какие-то контакты? А в ежедневнике все записано. Встретил человека, записал его телефончик, ну там какую-то другую полезную информацию. И ты можешь всегда найти, найти телефон, адрес там нужный. Да ты просто даже вот едешь в какое-то место, где ты не был уже много лет, вспомнить, как там кого зовут. И человеку приятно будет, когда ты его называешь по имени-отчеству. Приезжаешь. Да и вообще в такое нестабильное время гаджетов может и не остаться, а бумага всегда останется. И она все стерпит. Алексей Владимир, пожалуйста, адресуйте нашим зрителям, какие-то простые и теплые пожелания, глядя в камеру. Обычно мы просим, чтобы это были пожелания, связанные с профессией. Вот как развиваться, как работать. Какие-то короткие советы, наставления. Я начну. Ну давай. Хорошо. Я как молодой, а ты уже как опытный. Дорогие зрители, мы очень рады были побывать в этой замечательной студии, поотвечать на вопросы, которые, я уверен, назрели у вас. И в первую очередь хотелось бы вам пожелать побольше дублированного кино. Потому что в последнее время с этим небольшие натяжечки, сералов мало, кино мало. И мы как бы все хотим, чтобы его было больше. И, конечно, было больше хорошего кино. Это во-первых. А во-вторых, я вам желаю, во-первых, развиваться в своей профессии. Если уж вы решили, вот пойти, я хочу быть актером дубляжа. Я хочу 12 часов сидеть и разговаривать про то, какие оказываются бегемоты хорошие на канале Дискавери. Вот 12 часов сидеть и это читать. Вот я считаю, что если вы выбрали эту профессию, чтобы вы в ней развивались, чтобы у вас получались эти шаги, и побольше вам удачи в этой профессии. Потому что она здесь играет далеко не последнюю роль. Присоединяюсь к вышесказанному. Еще хочу добавить, чтобы вы берегли голос. Потому что есть вещи, которые голосу противопоказаны. Например, холодное пиво. В большом количестве мороженое с сигаретой. В любом виде сигареты сажают связки. Курение. Но если вы без этого не можете, то у вас, как у нас та же Анна Николаевна Петрова, она ругала девочек за то, что... И прямо под угрозой отчисления. Не курите. Не курите. Не нужно этого делать. Вы же молодые. Зачем? Вот как повальная обычаь, что царский указ. Вот чтобы в голосе слышалась биография. Вот девушкой нас курили. Чтобы сипотца это была. Потому что для театра, для кино вот эта сиплость, она была модной в то время. Но сейчас мода меняется. И мне кажется, в моде сейчас светлые, чистые, ясные голоса. Вот ясность своего голоса берегите. Она вам еще пригодится. И это ваш козырь будет. Потому что в первую очередь, когда слышим новый голос, мы обращаем внимание на то, как он звучит. Вот если в нем есть чистота и ясность, значит, это привлекательно. Вот привлекательность эту берегите. Чистоту вот эту свою. Вот этого я вам желаю. Ну и здоровья, конечно. Дорогие друзья, а я, развивая мысль Алексея, со снисходительностью к человеческим слабостям скажу, если не можете не курить, не можете не пить, ну, по крайней мере, не запивайте сигареты холодным пивом. У нас сегодня был удивительный тандем. Так сказать, плав молодости и опыта, юмора и мудрости. Актер дубляжа Владимир Войтюк. Владимир, огромное спасибо. И актер за кадры. Алексей Войтюк. Театра, кино, за кадра, дубляжа и мастер вредных советов зрителям Алексея Войтюк. Огромное спасибо. Друзья, это был подкаст про озвучку от звукового агентства Рексквер. С вами был Петр Сафрошкин, который хорошо знает цену здоровому голосу и какое-то время не может им блистать. Берегите себя. Ставьте лайк. Делитесь материалом с вашими друзьями. Комментируйте, задавайте вопросы нашим героям. В следующих выпусках мы обязательно их зададим. До встречи. Все будет хорошо. Пока. Подкасты от Рексквера Студио.